Ну что ж, здравствуйте, дорогие мои, это Игорь Виттель и это Парадокс с Игорем Виттелем, телефон в студии 65 10 99 и 6, код города 495, пишите нам на сайт finam.fm, на странице нашей программы, или звоните в студию, в гостях у меня Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, и обсуждаем мы сегодня ДАОС и мировую экономику. Михаил Геннадьевич, здравствуй. Добрый день, но перед тем, как мы перейдем к делу, я хотел бы вклиниться, откомментировать новость. То есть тебе тоже, поскольку Женю Минченко довели, значит в стране точно неспокойно, Женя всегда был человеком очень выдержанным, если Женя начинает шуметь и кричать. Да, он более всего напоминает буддистское извояние, но я не исключаю, что он был на ДАОСе, это на него так повлияло. Но на самом деле я поддерживаю идею, просто как-то неправильно подошли к делу. Ну что такое 166 членов общественной палаты? Это неправильный пчел, неправильный мед, неправильная цифра, они так сели. Их нужно увеличивать до 666, чтобы все было понятно. 740, мне кажется, тоже хороший цифр, 740 членов. Ладно, бог с ним, продовоз, подожди, мы еще вернемся к членам общественной палаты. Тебе просто обидно, что ты не член общественной палаты. Слушай, ты знаешь, мне обидно, что я не член правительства. Еще будешь, подожди. И не член какого-нибудь сообщества ангелов, да? Подожди. А вот насчет этого я очень спокойно к этому отношусь. Не волнуйся, ангелом быть не торопись, а членом правительства у тебя еще ждет успех. В эту помойку я еще успею, ага. Скажи мне, пожалуйста, вообще смысл какой-то в Давосе есть? Потому что я в очередной раз наблюдаю уже который год за этим мероприятием, поражаюсь каким-то настолько общим словам, которые говорятся. Что-то в этом году было сказано, что действительно привлекло интерес. Ага, Игорь, вот мы с тобой здесь встречаемся, да? Да, это очень приятное встречение. Это имеет смысл? Это имеет смысл, да. А теперь представь себе, что пять тысяч людей, может не все умные, но большинство влиятельных, тоже встречаются. Это тем более имеет смысл. Да. Другое, значит, любая тусовка подобного рода. Наши, извините, перебютую. Наша тусовка с тобой имеет смысла гораздо больше. Мы пытаемся понять какие-то вещи, мы пытаемся докопаться до каких-то вещей, а не выходим на трибуну и не читаем избитые вещи. Ну, во-первых, реальный Давос происходит не на трибунах. А в кулуарах. Реальное обсуждение происходит, как правило, в кулуарах. И об этих кулуарах крайне редко что-то говорят, но это наиболее значимая вещь. Не говоря уже о том, что если ты хочешь, или кто-то другой хочет встретить 500 ключевых людей мира и хотя бы на них посмотреть, то не нужно их отлавливать по миру. Достаточно приехать один раз в Давос, из этих 500 там 250 будет точно. То есть это место коммуникации. Второе, это место выработки повестки дня. Почему в Давосе всегда выбрасываются самые экзотические глюки? Не так давно обсуждалось, будет ли нефть стоить 200 долларов за баррель, потому что какие-то пираты типа сомалийских завелись и в Малужском проливе тоже. И об этом все забыли сразу после Давоса, потому что самая нефть упала. Но самые разные, самые специфические, самые нелепые обсуждаются потому, что никто не знает, на самом деле, как будет развиваться мир. Поэтому по принципу «а вдруг» обсуждается все. И повестка дня вырабатывается. И никого не интересуют коммуники, которые, может быть, на каких-то даже принимаются в сессиях. Никого не волнует консенсусы, которые достигаются. Волнуется консенсусы, которые ощущаются. И на этом Давосе продолжался революционный шлейф, потому что Кэмерон, премьер-мейстер Великобритании, подгадал свое заявление о том, что Великобритания может быть когда-нибудь выйдет из Евросоюза точно к Давосу, а не потому что вот ему так в голову вступило. И он на Давосе, сделав заявление, он приехал на Давос, и там принял, ну, такую мягкую капитуляцию своих европейских партнеров, которые сказали, нет, нет, пожалуйста, только не уходите, мы, так сказать, готовы обсуждать ваши условия. — Слушай, вот из не перебью, сразу вопрос с сайта пришел. И прямо нам вот, как Костя Крылов говорит, прямо вот в самую мякотку-то нам угодили. Вопрос по поводу Украины и сланцевого газа. Успеют ли начать разработку залежей, а если успеются, останется в тех регионах что-то живое. Я думаю, что мы на эту тему поговорим отдельно. — Как скажешь. — У нас с Михаилом сланцевый газ — это одна из самых любимых тем, но об этом потом. Я просто вот точку зрения твою понял, я сразу тебе цитатки. Вот там, говорят, был завтрак Сбербанка, на котором товарищ Греф сказал «Внимание!». Я долго пытался понять, что он имеет в виду. Помнишь, был такой старый анекдот, когда человек выходит на Красную площадь и кричит «Будь проклята, усатая сволочь». Я говорю, про Гитлера, а вы кого имели в виду? — Это, да, про Берри тоже рассказывают. — Правительство безбожно отстали, они живут в 20-м, а то и в 19-м веке, и пытаются управлять обществом 21-го века. «Неэффективные правительства — это корневой вопрос, корень всех проблем», — заявил Греф на завтраке Сбербанка в Давосе. Конец цитаты. — Сбербанк приватизируется и эмансипируется от государства, с одной стороны. С другой стороны, Греф, как и либерал, естественно, ненавидит любое государство, и особенно свое. Ну и третье, здоровая самокритика, она вещь полезная. Люди-то все с зачатками совести, и товарищ Греф помнит свою деятельность в правительстве. Ну, в общем, я думаю, что он и про себя отчасти говорил тоже. А уж про его деятельность в Сбербанке, так это вообще песня. — Вот я тоже думаю, человек, который объявляет, руководясь таким банком, как Сбербанк, объявляет правительству неэффективным. Я знаю, что у Бабеля было среди бендюжников, он прослыл грубиянам. — Это свойственно для наших либералов, с одной стороны. С другой стороны, он же обвиняет в неэффективности правительства не чужих. На старе Сеченов в правительстве нет. Он обвиняет правительство своих, людей, близких ему, а отчасти своих бывших подчиненных. Кто такой Дворкович? Это его советник, которым он взял в Минфине и возглавил. Нынешний министр финансов — это человек Кудринский, и это все-таки человек с профессией. — Но они там с Кудрином все-таки в одну дуду дудели. — Дудели, а куда он денется? — Вот товарищ Кудрин тоже сказал, мы имеем сложности политической ситуации, сложности политического выбора. — Если брать российский, если брать российскую часть Даоса, ну, вы знаете, это было феноменальное явление природы. Потому что, с одной стороны, это что называется, разоблачили собственную интеллектуальную импотенцию. Потому что эти сценария, извините, если вы отловите студентов этого несчастного Бабуринского РГТУ, который сейчас обвиняют во всех смертных грехах, некоторые из которых не умеют корень из ста взять, они и то сформулируют не хуже. Как будет влиять цена на нефть на российские институты? Причем связь абсолютно такая схоластическая, как у марксистов-сталинистов, сталинских марксистов. — Но как будет влиять, если цена на нефть опустится до 30, российские институты рухнут? — До 60, они говорили. Произойдет национализация. Я напомню, что у вас было 34 доллара за баррель. — И не так давно, кстати. — Совсем недавно. И о национализации никто не вспоминал. Кроме разного рода оппозиционеров. В правительстве это слово даже не подразумевалось. — А вот скажи мне, пожалуйста, премьер-министр России Дмитрий Медведев, участвовавший в «Завтраке», назвал ключевой задачей правительства снижение уровня инфляции. То есть других проблем, как я понимаю, у нас теперь нет. — А знаете, послушайте, у нас есть менеджеры, исполнители. У нас есть люди, которые генерируют смысл. Генерируют смысл — это люди серьезные, типа Волошин, отчасти Чубайса. Может быть, я скептически к этому отношусь, но я допускаю даже Шувалов. Люди типа Медведева, вот им бумажку положили, с моей точки зрения, и они ее зачитывают торжественно, в смысл не вдаваясь. Это нужно умудриться, чтобы краудсорсинг назвать фактором развития гражданского общества и фактором повышения легитимизации российской власти. — Ну, первая часть имеет право на существование этой фразы, а вот насчет вторая это как-то... — Ну, это у него было в одной фразе. И потом, да, конечно, это инструмент демократизации, но это все-таки очень слабенький инструмент. Есть более серьезный инструмент. — Демократизация или легитимизация? — Сначала демократизация, интенсификация диалога с гражданским обществом, а потом легитимизация. — Вот объясни мне, пожалуйста, насколько я понимаю, да, страна, как и вся мировая экономика, стоит на грани краха. — Ну, в общем, да, конечно, кто вспомнил. — Они в этот момент обсуждают процентные ставки. — Они — это кто? — Скажем так, наши либералы, присутствующие в Давосе. Люди, которые были делегированы, якобы олицетворяются... — Уважаемый коллега, пожалуйста, учтите, что нас слушают не только дети после 16, как у вас написано, но и женщины. — Ну, поэтому материться сейчас не будем. — Поэтому материться не будем. А тогда в каких терминах это излагать? Хорошо, попробуем. Вот специалист подобен флюсу. Полнота его односторонняя. В историю вошел радист на «Титанике», который, когда уже все тонуло, как в фильме, звонил в кухню с вопросом, блин, когда же будет обед? — Знаешь, ну, на самом деле, последние легенды говорят не об этом. Говорят, что последняя фраза на «Титанике» — выключите нафиг вашу «Селендион». А вовсе не на кухню, когда будет обедать. — Это люди, которые, когда «Титаник» еще не напоролся на айсберг, но уже видно, что он не отвернет. Причем не потому, что не успеет, а потому что капитан на штурвале держит руль твердо, крепко, рукопожатие у него прочное, крепкое, как про Ельцина говорили. Они... О чем может говорить либерал? — Они абсолютно правы, ты не понимаешь. Потому что если ты уже все равно идешь на айсберг, дай бог ему здоровья, так уже надо пообедать. — Шлюпки надо спускать. — Ты знаешь, я думаю, что уже понятно, что со шлюпками там дело плохо, но мы сейчас привыкемся на короткий выпуск новостей, вернемся в студию буквально через пару минут и продолжим нашу беседу о «Довосе». Ну что ж, возвращаемся в студию. Это Игорь Виттель и «Парадокс» с Игорем Виттельом 651099,6 от города 495 или на страничке финам.фм, на странице нашей программы. Пишите нам. А вопрос у меня к вам такой, дорогие радиослушатели. Куда идет российская экономика? Напомню, с нами в студии директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. И, а в отличие от меня, вы, дорогие радиослушатели, не видели, как Михаил Делягин сейчас записывал судорожный телефон доктора Исаева, который лечит от алкогольной... Я не записывал ничего, вот смотрите, все мои записи. Хорошо, поделишься со мной потом телефоном, возвращаясь. Все-таки вот к трем этим самым составным частям марксизма, три сценария, которые были. Значит, первый сценарий. Российское руководство попытается смягчить эффект от падения цен на нефть, бросив все доступные средства на социальные выплаты. Как говорят в этих ваших интернетах, буа-гага. Нет, значит, варианты следующие. Первое. Резкое падение цен на нефть. На самом деле, 60 долларов за баррель – это выстрел с гранатомета и висок всей нынехниевровской системы. Но мы видели в 2008 году, что люди реагируют с большим опозданием, достаточно адекватно. Действительно, имеющиеся ресурсы бросают на а – спасение олигархов. Но сказать-то в присутствии глобального бизнеса не политкошерно. Вот это был мой второй вопрос, потому что сегодня там Потанин говорит, товарищи, дорогие, дайте мне, пожалуйста, снимите эти экспортные пошлины. В прошлый раз мы видели прекрасно, как спасали рядового Дерипаску. Спасают всех. Слушайте, спасают всех. Товарищ Дерипаску устроил, как я подозреваю, Пикалева, о чем был сделан чудесный доклад Иноземцева с Кричевским, так сказать, наглядно, по пунктам. Все показал. И шантаж прекрасно удался. Ну, о норме отката мы, естественно, не заикаемся, потому что мы не знаем. Но сколько банкам денег дали, столько они из страны и вывели. Ну, на самом деле, я напомню тебе, что они не просто вывели из страны, они еще замечательно сыграли на валютных спекуляциях, да? Естественно. То есть заработок на этом аккуратно в три конца. Мягкая эволюция, мягкая девальвация господина Кудрина – это песня. А где тут социальные выплаты? А социальные выплаты были потом. Застенчивому голубому воришке Альхену, что ли? Нет, голубому воришке Альхену досталось, но немножко перепало и людям в Пикалево. Копеечка. И были программы общественных работ, когда губернаторам запретили повышать безработицу в регионе, и где-то люди подметали улицы, а где-то красили забор в четыре смены. Слушай, а я все понял. Поскольку если напрямую дать эти деньги народу, то будет большая инфляция, именно об этом Медведев и говорил, конечно же, нельзя, чтобы у нас инфляция была. Это не Медведев, говорил, это общая позиция либерального клана. Нужно дать деньги олигархам. Они из страны выведут, и все будет хорошо. А копеечка достается народу, и инфляцию не спровозируют. А если дать деньги людям, то они же захотят есть. И а, международная финансовая система останется без поддержки. Мы не будем друзьями Запада в течение 30 секунд. И второе, люди почувствуют себя хорошо. А когда люди начинают чувствовать себя хорошо, они начинают думать о правах. А это вредно для здоровья, как показал Болотное, Сахар и все остальные. То есть первый сценарий просто сначала падает цена на нефть. Дальше мы пугаем всех социальными выплатами и консервацией институтов. Вот объясните мне, пожалуйста, почему оказание социальной поддержки означает плохие институты? Не очень я это понимаю, но это феномен либерального сознания. Меня вот спросили про господина Евгения Федорова, попросили прокомментировать. Я вам нужно сказать, что я некомпетентен, потому что я всего лишь экономист. Психиатры получают образование в других вузах. Вот здесь то же самое. И дальше у нас произойдет национализация, причем почему-то только нефти. Подождите, а ты что-то Федорова сейчас либералом назвал? Да. Нет, нет, Федорова я назвал человека с пограничным сознанием. Ну, мерцающее, по-моему, это называется. Мерцающее сознание. Наши либералы, у них очень распространено такое же мерцающее сознание, просто с другой стороны. Товарищ Федоров обвиняет в изменении Родины всех. Да, и включая самого себя. Он мне честно говорил, что он тоже агент Америки. Когда... Я с ним в очень хороших отношениях... Он очень долго... Он добрый человек. Он хороший человек. Он хороший человек. Он хороший человек. Он очень долго обвинял в этом Путина, пока ему не объяснил. И раз на третий он понял, что Путина обвинять в шпионаже не надо. Неважно, правда это или неправда. Не надо. Вот. После чего он, значит, подкорректировал свои формулы, но они остаются прежними. У многих либералов точно такое же мерцающее сознание, просто по-другому. Почему дешевая нефть и большие проблемы будут означать немедленную национализацию нефтянки и создание еще единой государственной нефтяной компании, я понять не могу, но это вот изгиб сознания. Напоминаю, у нас было 34 доллара за баррель, почти в два раза ниже, чем 60, а национализации речи даже не заходило. А тут я опять-таки процедурую, вместо дальнейшей либерализации экономики Кремль сделает ставку на госкапитализм и перераспределение денег из этого сектора. Это обеспечит стабильность только на короткий срок. Это говорит Питер Фишер, который комментировал как раз... Значит, если мы будем перераспределять... Действительно, перераспределение неизбежно усиления, перераспределение в условиях кризиса, это закон природы, еще и протекционизм неизбежен на самом деле. Но перераспределение от сырьевых олигархов в остальную экономику, он бывает разным. Если я перераспределяю в остальную экономику, его проедаю и пропиваю, да, это на короткий срок. Если я перераспределяю в остальную экономику, чтобы вывозили деньги за границу не сырьевые олигархи, а сельскохозяйственные бароны, да, это тоже на короткий срок стабилизации. Слушай, а что у нас нефть не падает? Вроде бы как мы весь прошлый год внимательно смотрели, думали, вот сейчас, вот сейчас. Не, не, с нефтью все просто. Цена на нефть это самый спекулятивный... Вообще, рынок нефти самый спекулятивный рынок мира. Потому что вся нефть определяется по сорту бренд, у которого, прости господи, объем несколько десятков, по-моему, чуть больше 20 миллионов тонн в год. Это специально сконструирован самый спекулятивный рынок. Что происходит в мире? Мир болтается на грани глобальной депрессии. То есть в условиях глобального кризиса. Из-за такой же грани глобальной войны. Из-за загнивания монополий... Некому воевать, не с кем. Из-за загнивания монополий глобальных, которые уже сложились, сжимается коммерческий спрос. Что будет, если сжатие коммерческого спроса повлечет за собой сжатие общего спроса? Все читали в книжках, продаваться в 2009 год. Ну, кроме сейс нашего руководства, это не в счет. Оно твиттер читает. Не, оно туда пишет. Я думаю, что и читает иногда. По крайней мере, может быть, ему читают у твиттера «Сказки на ночь». Знаете, как это был анекдот? Перечитывал, пейджер много думал. Много думал, да. Значит, дальше. Что бы этого ни случилось, все крупные экономики мира вливают деньги в экономику. Американцы, европейцы, японцы, китайцы. Думаю, что кого-то еще и забыл. Когда вы вливаете деньги в экономику, они проливаются. Это такая природа, что даже китайцы не могут их полностью контролировать. Надуваются спекулятивные пузыри на самых разных рынках. Самый спекулятивный рынок — рынок нефти, поэтому он надувается круче всех. Даже рынок золота уже немножечко сдулся. Но так и болтается в районе 1600-1700. Да, было 1900, сейчас 1660 с копейками. Но рынок нефти — самый спекулятивный рынок. Он будет жить до последней минуты. Тем не менее, мы неоднократно видели резкое падение цен на нефть. И когда в кризисе 2008-2009 года, мы видели, как это замечательно падает. Нет, когда происходит какое-то ухудшение, он, естественно, падает, потому что спекулянтов надо выжигать напалмом. Тогда давай вернемся к теме. На секундочку нас там спрашивали. 65-10-99-6, код города напоминает, кстати, 495, куда идет российская экономика. Там был замечательный вопрос от Петра по поводу сланцевого газа. О сланцевом газе. Да, о сланцевом газе родном и любимом. К моему глубокому сожалению, поговорил я со специалистами в нашей сфере. Не с нефтяниками, а с газовиками. А с экономистами. А которые занимаются, скажем так, да, экономической оценкой ситуации. Значит, моя позиция была неправильна. Сланцевый газ — это не бумажный тигр. Причина заключается в том... Слушай, мы с тобой где-то месяца два на конференции назад общались на эту тему. Ты говорил, что это был бумажный тигр. Это случилось две недели назад. Значит, причина непонимания нашими руководителями... Ты как Штирлиц, я невозможно поймать на том, что ты говорил что-то, что теперь не соответствует твоим убеждениям. Ты всегда можешь отмазаться. Я начал, да, я говорю, что я приношу извинения. И это была ошибка. Извинения от лица сланцевого сообщества извинения принесли. Меня убедили, да бог с ним, сланцевым сообществом. Я был бы счастлив объяснять, что они, те, кто они есть, но, к сожалению, это не так. Значит, выразился в стиле Чернобырского. Значит, проблема. Революция не в добыче, не в бурении, не в геофизике. Революция в компьютерных технологиях обработки данных геофизики. Поэтому наши специалисты, которые учатся у тех, кому сейчас 60 и 70 лет, этого не знают, потому что 40-летние уехали или утратили квалификацию. Революция, она в методах обработки данных. И она поэтому, наши специалисты этого просто не понимают в значительной части. Когда для того, чтобы пробурить одну скважину, вам нужно более десятка разного типа компьютерных моделирований провести. И на Украине в ближайшее время этого не будет просто потому, что для того, чтобы делать эффективное сланцевое бурение, вы должны закупить комплекс с людьми, со специалистами, со специальными машинами, о которых эта вся бодяга переводится. А если вы будете экономить на копеечки, и вместо, условно говоря, суммы за 100 миллионов долларов, захотите платить сумму до 100 миллионов долларов, то у вас будет русская рулетка или украинская рулетка. И вы не получите эффективность. Что касается лунного пейзажа на поверхности, да, в момент добычи этот лунный пейзаж. Правда. Но забетонировать скважину, срезать ее под основание и разбить сверху газончик стоит не очень дорого. Даже воду покупать для технических нужд, если у вас она используется по замкнутому циклу, это дорого, но это вполне приемлемо. Вот. Это не выстрелит до 16-го года, когда у нас южнокорейские танкеры, которые сейчас заложены для перевозки сжиженного природного газа, войдут в строй. Нечем возить будет физически. До этого момента «Газпром» будет напоминать курицу, которая с отрубленной головой бегает по двору, очень большую курицу. Но продолжает нести яйца. Но продолжает бегать и удачно несет яйца. Значит, с 2016-2017, соответственно, годов количество яиц начнет драматически сокращаться. Хотя, если мы к тому времени свалимся в депрессию, финансовый газ мало кого будет не списывать. Значит, первый сценарий. Вернемся к сценариям. Вернемся к нашим баранам, да. Первое. Дешевые цены на нефть. Они утверждают, они, это, опять-таки, либералы, присутствующие в довольствии, что у все будет плохо. У все пропало. Ну, вы знаете, когда у вас заканчиваются деньги, действительно, все очень плохо. А если вы при этом еще и продолжаете максимизировать норму воровства, объем коррупции, он не эластичен по объему доходов. Тогда перечисли срочно вещи, которые нужно сделать, чтобы не было так плохо, когда цена на нефть дойдет хотя бы до... Ну, 80. Не буду называть. 80 вполне комфортная цена. 80 при нынешнем распиле очень некомфортная цена. Ну, тем не менее, напоминаю, что все время после кризиса она торчала на 80, это устраивало всех. Это было давно. Ну, как давно? Ну, с 2009 года она... Ну, по 2012. Простите, у нас цена нефти 110 долларов за баррель. У нас она подскочила... Подскочила. ...на 38% в 2011 году. Не, в 2011, в 2012. Ну, хорошо, с 2009 по 2011. Ну, хорошо. При этом было комфортно всем. Ты мне объясни, что делать? То есть, во-первых, когда им станет плохо, а во-вторых, что нужно сделать, чтобы им-то стало плохо, а нам стало хорошо. При цене нефти 80 долларов за баррель. Товарищи начальники должны собрать руководство и сказать, дорогие друзья, значит, к столу допущены вот эти, эти и эти. Все остальные при попытке украсть 20 копеек отдаются в местный ОМОН на профилактику. Это в третьем сценарии было. Российские регионы начнут проводить реформы по улучшению экономической ситуации отдельно от Москвы и Петербурга. Это, как раз, отдача в местный ОМОН. Совершенно верно. Мы тут обсуждали... Сейчас новость была авария на трубопроводе транснефти. Так вот, сегодняшняя главная новость, сегодняшнего дня. Представитель транснефти официально заявил, что все организованные преступные группировки, которые воруют нефть, включая сотрудников ФСБ... Об этом после выпуска новостей. Ну что ж, возвращаемся в студию. Напомню, у нас в гостях Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации. Я Игорь Виттель. Это «Парадокс» с Игорем Виттлем. 65, 10, 99, 6. Звоните в студию, рассказывайте нам о том, куда, по вашему мнению, идет российская экономика. Так, мы остановились с тобой на перво-третьем сценарии. Значит, что в случае... Значит, резко сокращаются у нас штабы воровства. Ребята, давайте сделаем коррупцию эластичной по доходам. Да, придется ломать многое, в том числе расставаться с некоторыми друзьями. Ничего не поделаешь, такова жизнь. Лучше расставаться с друзьями, чем с головой. Второе. Ограничивается произвол монополий. Ребят, мы ограничили коррупцию, вам приходится платить меньше взяток. Хорош играть с ценами. Ну, хорош. Но не нужно рассказывать, что у нас сетевая торговля балансирует на грани убытков. А также РЖД? А также Газпром? Дальше по длинному-длинному-длинному списку. Лучше по длинному-длинному коридору, мне кажется. У нас... Но не тот, в котором свет в конце туннеля, там, стеночка в конце. Ну, я не настолько кровожаден. У нас же, так сказать, нет иммунитета против этого заболевания. Плюс к этому, когда главная проблема с плачами, что с ними потом делать, когда человек сошел с ума? Вмечательно. Да? И на самом деле, сталинский террор — это не самое страшное, что было в истории человечества, вот в этом плане. Значит, дальше. Ограничив монополию, произвол коррупции. Коррупцию ничего страшного в этом отношении нет. Дальше. Начинаем модернизировать инфраструктуру. Потому что без этого это будет не модернизация инфраструктуры, а модернизация личных домиков в Швейцарии. А модернизация инфраструктуры создает внутренний спрос, который позволяет противодействовать глобальному сжатию. Это хорошо, но не поздно ли? Вы знаете, я припоминаю, что в учебниках истории описывалось, как у нас шла индустриализация в 29-м году. Я припоминаю... У нас или в Америке? В Советском Союзе. Началась. Я припоминаю, из каких руин вставала послевоенная Германия. Как ты это припоминаешь? По книжкам? По книжкам, разумеется. Китай, ну и по воспоминаниям старших товарищей. У меня родственники там были во время войны и после. Я припоминаю, опять-таки, по рассказам китайских товарищей, как был устроен Китай в 89-м году и в 79-м. А как был устроен Китай в 95-м году и видел своими глазами. Для этого нужна политическая воля, раз. Понимание, два. Понимаешь? Для этого нужно, чтобы это условно или кванью. Для того, чтобы выжить, не нужно быть великим умником. Достаточно иметь волю к выживанию. И понимать, как действует экономика. И понимать, что те методы, которые были использованы в 29-м... Я сейчас скажу вещь, которую... Ты только набери воздух. Сформулируй, потому что у нас на связи еще Олег Буклемешев, доцент экономфак МГУ. Мы Олега подключим на секунду к нашей беседе. Олег, добрый день. Добрый день. Мы обсуждаем Давос. Вот скажите, пожалуйста, вы услышали в давосских речах что-нибудь, что действительно, на ваш взгляд, заслуживает интереса? Какие выводы можно сделать из Давоса? Интересного там прозвучало много, но это, к сожалению, не касалось нашего с вами бытия. Потому что пребывание российской делегации в России, я уже в Давосе, который убеждаюсь, идет исключительно во вред, а не на пользу нам. Почему? А так, ну, потому что это не их вид спорта. Они привыкли говорить с собственным бизнесом, они привыкли говорить с другими государствами, более-менее нащупали язык. А когда они начинают говорить по диагонали с чужим бизнесом, который, в общем, им ничем не обязан, и, к счастью, его не зависит от их благорасположения ежедневное, то вот тут они все время путаются в словах, начинают рассказывать какие-то странные анекдоты, по-дурному шутят и вообще всячески вредят. Например, можете привести пример дурного анекдота? Там, по-моему, Греф очень хорошо пошутил, что правительство очень хорошо делает плохие вещи, а оппозиция очень плохо делает хорошие. Вполне себе не дурной анекдот. Я в данном случае имею в виду, потому что вот с того завтрака делового, который состоялся, там выходили люди и рассказывали, что там про шутки про господина Брина, который мы бы сейчас его не отпустили бы из страны, так и в зале повисла тягостная пауза и так далее. Много чего интересного было. Да хорошая шутка-то, по-моему, зря вы так их динамизируете. Да, шутка очень хорошая и самое главное своевременная, уместная. У меня сразу возникла мысль, что если я хочу понять, что за человек, дай ему пошутить. Олег, на самом деле вы можете выделить какие-то три важных вещи, которые таки да прозвучали в Давосе и три важных, которые и не прозвучали? В Давосе прозвучала очень важная тема, что мир стоит действительно на грани какой-то странной войны всех против всех, когда каждый вроде бы занимается эгоистически внутренней политикой, а вместе получается в соответствии с законами экономики какой-то кавардат. Второе, речь шла о том, что мир натолкнулся на какие-то технологические ограничения, которые для того, чтобы превзойти, которые нужен определенный рывок. И третье, это то, что мне показалось важным, что инфраструктурные вещи, и вещи, связанные с благом для всех, они выходят как-то на первый план по сравнению с эгоистическими благами для немногих. Это то, что там прозвучало, а из того, что там не прозвучало, но это много, это долго можно перечислять. Ну хорошо, тогда остановимся на этих трех. Спасибо большое. С нами на связи был доцент экономфак МГУ Олег Буклемешев. Спасибо большое, Олег. Ну, вообще-то, Олег Буклемешев, помимо прочего, зам руководителя секретаря, это премьер-министр Акасьянова в свое время. И исключительно толковым российским чиновником, исключительно грамотным российским чиновником. Ну это сейчас к чему? Я это могу судить, потому что я у него работаю. И я могу сказать, что редчайший случай либерала, который очень умный, очень профессиональный человек. Я полностью разделяю твою точку зрения, но сейчас-то это к чему? Это к тому, что, к сожалению, нечего возразить. Давай тогда вернемся к 29-му году. История с Медведевым чудовищная. Человек приехал привлекать инвесторов, своими вещами называя. Говорит, а ребят, да мы бы его сейчас арестовали, к чертовой матери, никуда бы не выпустили. Ну извини, пожалуйста, когда на летнем питерском форуме в прошлом году президент страны говорит, что нам срочно нужны западные инвестиции, мы готовы. Придите ко мне все, как статуя свободы в Нью-Йоркской гавани, придите ко мне все, серые убогие, а также, наоборот, богатые и обеспеченные. А спустя несколько часов эти богатые и обеспеченные, главы всех энергетических компаний мира, ну представители, 4 часа ждут его на ногах, пока он все изволит к ним подойти. Ну так вот такие... Это те сигналы, которые наша власть посылает инвесторам. Ребята, вы нам не нужны. Пойдите прочь. Да, нам нужны ваши бабки, как совковый директор. Да и бабки... И даже бабки уже нет. А бабки у нас свои есть. Мы их сами намоем. Хорошо, тогда вернемся к 29-му году. Что, товарищ Сталин был великий экономист? Ага. Ага. Значит, что, у нас в 98-м году правительство Примакова, Маслюкова, которое вытащило страну из состояния дефолта, из свободного падения, там были великие экономисты? А великих экономистов нет. Михаил Михайлович Задорнов был предельно разумный человек. А Евгений Максимович Примаков, слава богу, тоже предельно разумный человек. Евгений Максимович Примаков был единственным человеком, который усмирил естественные монополии. Они после его краткого пребывания на посту премьера три года кашлянусь боялись и тарифы не повышали. Почему? Потому что он был разумным человеком и организованным человеком. Вот во главе государства не должен быть гений. Во главе государства или правительства должен быть разумный, житейски разумный, организованный и ответственный человек. Достаточно. А Медведева в Давосе, главная новость в Давосе для меня, это жестко подставили Медведева. Причем, ну, вы знаете, с особым цинизмом. Да. Я могу как угодно к нему относиться, я ему не символизирую. Но его стало жалко после этого. Но в конце концов, это премьер моей страны. Да. И когда премьер моей страны говорит такое, что зал встает и уходит, и он говорит под топот ног покидающих аудиторию вторую половину своей речи, ну, вы знаете, мне обидно. Потому что у меня в кармане там соответствующий паспорт. Ну, я понял, что это смешно, но да. Ну, да. Давай продолжим беседу о том, что сделать так, чтобы сейчас задержавание было обидно. Значит, не доходя. Понимаешь, вот вопрос, я хочу вернуться к прошлому, к 29-му году. А не познавато ли будет в этой ситуации? Все-таки ситуация не абсолютно идентична Великой Депрессии. И ситуация не абсолютно идентична к тому моменту, когда нам нужна была индустриализация. Сейчас может оказаться поздно. Потому что, смею тебе напомнить, в общем-то, не в таком зажравшемся состоянии находились верхи, не в 29-м году, не только верхи, там, средний класс, не у нас, не у них. Люди сейчас не готовы терять. У меня в классе был мальчик, у которого близкий родственник был следователем тогдашнего ГПУ, высокопоставленным следователем. Потом, когда он выжил в лагерях, он написал очень трогательные мемуары о том, как его жестоко, так сказать, терзали и унижали. Как он жестоко терзал, неужели он тактично умолчал, но этот мальчик нам рассказывал, как жила его бабушка, которая была замужем за этим человеком, пока за этим человеком не пришли. Вы знаете, в переводе на сегодняшнюю норму ну почти так же. Отдыхать на воды в Германию ездили. Личная машина была в тогдашней России, когда люди отдавались за чулочки, как мы писали у Шарикова, от безусходности. Я не могу сказать, что точно так же загравшись, да, но методы лечения зажравшейся элиты после кризиса... Не только элиты, Михаил Геннадьевич, ну не только элиты, но в конце концов никому не нужен будет институт в 12 стульях инженер Брукса, помните? Да. Помните, как он там жил в 12 стульях? Да, Михаил Геннадьевич. И таких инженеров были десятки тысяч. Михаил Геннадьевич, тем не менее, есть что терять. Огромные прослойки того, что мы называем условно средним классом. Есть что терять. Средний класс обнищает, да, как он уже обнищал в очень многих странах, в той же Испании, например, мы можем увидеть нехорошо. Очень трудно опроводить разумные политические реформы, индустриализацию, когда у тебя на улицах не только толпы голых люмпенов, но и бывший средний класс, который стремительно люмпенизируется. Позвольте напомнить, я полностью согласен, Светлана. Я с этим полностью согласен. Мы так еще торжественно перешли на вы. Да, я прошу извинения, но просто у меня старые бюрократические привычки. Извиняюсь. Значит, люмпен, да, интеллигентный люмпен еще хуже, но, первое, мы это проходили в нашей стране в 90-е годы. Проходили. Ничего страшного. Второе. На секундочку, вот замри на этом, ничего страшного, сейчас послушаем радиослушателя. Я вот не понимаю, когда мне говорят, ничего страшного. Для власти. Для власти. А, для власти, да. Для власти. Тогда да. Павел у нас, Павел, слушаем вас. Алло. Да, Павел. Я хотел задать вопрос. Вот там было произнесено, так сказать, развитие мира, так сказать, мировое развитие сдерживается технологическими ограничениями. Вот это вот развернуть, как бы, так сказать, что под этим понимаете? Кто отвечает? Михаил Геннадьевич, отвечай. Ну, давайте. У нас глобальные монополии, которые загнивают, они сдерживают технический прогресс, потому что технический прогресс грозит им подрывом их монопольного положения. Поэтому технологическое развитие сдерживается в том числе интеллектуальной собственности, как бы, использованием, чрезмерным использованием, злоупотреблением правами интеллектуальной собственности. Мы это проходим в каждой точке. Вот. И действительно, те технологические открытия, которые делались во времена холодной войны, сейчас делаются равнозначные в разы, слабее, в разы меньше. А нужен нам шестой новый технологический уклад. Где-то мы должны прорваться, чтобы обеспечить планету занятость. С этим большие проблемы, потому что каждый технологический прорыв сокращает количество занятых. Производительность твердо растет. Но если не занятость, это хотя бы... Но дает возможность, как наш коллега Паша Пряников все время предлагает вэлфер платить условный такой. Вопрос вот другой, Ты считаешь, что ничего не будет от того, что люди обнищают средний класс, обнищают правительству? Будет. Власти. Но если вы создаете альтернативу, грубо говоря, вы приходите и говорите, блин, мужики, у нас реально катастрофа. Мы не виноваты. Пусть 2008 год. Пожалуйста. Калька, во всем виновата проклятая Америка. Надо затянуть пояса. Блин, я... То, чего не было. Я лично продам свой Пульман, отдам его бедным. Отдам деньги бедным. Так. Значит, мы создаем рабочие места. Мы начинаем модернизировать экономику. Мы делаем вот это, это и это. Значит, товарищи среднего класса, я не могу обеспечить вам прежний уровень. Но вы видите, что я делаю. Но я могу дать вам перспективу. Ежели что... Этого не было произнесено. Все, что было произнесено в 2008-2009... Но и 2008 год, это точечное ухудшение. Обратите внимание, это точечное ухудшение. Так призраком того, что будет гораздо более худшее, и мы с тобой, и наши коллеги, пугают с 2010 года. И все никак. Но об этом после выпуска новостей. Ну что ж, возвращаемся в студию. Я Игорь Виттель. Это парадокс с Игорем Виттелем. 6510996, код города 495, наш телефон, сайт финам.фм. Пишите нам. В студию у нас Михаил Делягин, директор института проблем глобализации. Миш, давай так. Все, что ты говоришь, это абсолютно правильно. Вопрос только в одном. Этого не было сказано в 2008-м, не было сказано в 2009-м, не было сказано никем из власти. Вообще никем. Из власти. Из власти ты сегодня не говоришь. Правильно. И никакого шанса, что скажет власть или оппозиция, не дай бог, тоже практически нет. Оппозиция говорит достаточно давно. Просто это не либеральная часть оппозиции, а другая часть. Я переформулирую. Та оппозиция, у которой имеется хоть ничтожный шанс быть интегрированной во власть. Вот ей это не говорится. Кто такой ляпних и не пустит никуда. Правильно. Поэтому две вещи. Первое, мы остановились на том, да, перед выпуском новостей. Мы пугаем, пугаем, а оно все не случается. Что может стать триггером? И второй вопрос. Абсолютно становится понятно, что бороться некому. Да, не надо быть семипядей во лбу. Нужно иметь железную волю. Как там был, помнишь, был мультфильм про синюю бороду? Железные нервы, здоровые почки, гимнастика, йога трусца. Железную политическую волю, понимание, не гений, но хотя бы общее понимание, куда двигаться в стране. И возможность как-то либо договориться, с правящей элитой изнутри ее, ну как-то решить вопрос, сказать, ребят, ну мы понимаем, ситуация такая, бежать всем не удастся, надо как-то чего-то делать. И вот этого человека я не вижу. А главное, если бы этот человек и был, я пока даже ни в кругу оппозиции, ни во власти не вижу человека с пониманием того, что эти экономические реформы должны быть сделаны. я согласен со вторым, я тоже таких не вижу, иначе я бы на него работал, даже бесплатно. Но насчет того, что мы пугаем, оно не случается. Так все силы человечества, все интеллектуальные, финансовые, организационные, аналитические, брошены на то, чтобы не допустить этого. И с 2000-го года, когда призрак глобальной депрессии встал в Америке, 12 лет, уже 13-й год, мир на этом деле балансирует. 2000-го года. И что называется, молодцы, какое-то время удастся пробалансировать дальше. Есть надежда, что там, может быть, мы ничего не понимаем, и мир удастся выскочить. Но, к сожалению, то, что мы понимаем, не позволяет нам на это рассчитывать. Нет, ну смотри, помнишь, опять-таки, времен наших китайцев, с китайцами отношений в 70-е годы, анекдот, чтобы 5 миллионов китайцев надорвались, запуская спутник. Но если вот поставить 5 миллионов, держать этот шар, который катится с горы, как сизиф, то, возможно, какое-то время он продержится. Это то, что сейчас происходит. Это судорожное оттягивание конца. Но невозможно. Можно нагнать место 5 миллионов, 10 миллионов. Потом мы нагоним 7 миллиардов, и на этом лавочка закроется. Ну или напечатаем достаточное количество денег, для того, чтобы оно навернулось само собой. Да. Обрушив мировую экономику. Это произойдет. Вопрос, когда? Американцы проявляют великолепное мастерство по части отодвигания. Они изумительно тонко работают. Да, абсолютно цинично и беспощадно, но изумительно тонко. Вся эта, так сказать, дестабилизация Северной Африки и Ближнего Востока это один из элементов сохранения, поддержки нынешней финансовой системы, чтобы не завалиться в депрессию. То есть ты считаешь, что то, что происходит сейчас в Северной Африке на Ближнем Востоке, это не просчеты американской политики? Это просчеты текущей американской политики и большой стратегический выигрыш. Большой стратегический выигрыш кого? Глобального финансового сообщества и развитой части человечества. мирового финансового закулисья. Глобального управляющего класса. Окупационного правительства мирового. Это не правительство, оно по-другому устроено. Я просто не хочу добавлять третье слово к этой фразе, чтобы сейчас не вызвать бурный шквал негодования. Там известно, какое правительство оккупационное в оригинале было. Ну, неважно. Я уж не помню. Ну, я тебе потом за пределами... А, ну там много неевреев, извините. Сюда сейчас входит китайцы. Уж их к этому заподозрить нельзя. Ага. Ну, это, кстати, тоже спорный вопрос. Тем не менее. Значит, второе, насчет того, что бороться некому. Ну, правильно. Потребность рождает функцию. Никакая функция не рождается до потребности. Я напомню, что послевоенную Германию восстанавливал некто Аденауэр. Пожилой-пожилой дядечка, которого Гитлер пожалел и не репрессировал просто в силу возраста. Человек, песок сыплется, чего его в концлагерь загонять? Он и так никому не нужен. Я напомню, что если кто-нибудь в июле 98-го года сказал, что Россию вытащит из дефолта Примаков с мастер-кумом Гераченко... Может, нам сейчас в ноги рухнут Примаков с Гераченко? Дело возраста. Уже дело возраста. Или к Ванью призвать. На дне вы смеялись. Лик Ванью, Примаков и Гераченко. Я только за. Лик Ванью не поедет. Он мужик очень разумный. А так я бы не возражал. Дальше. Что там было с большевистской партией в апреле 17-го года? Было пустое место. Это была секта. Существует куча истории о том, как Владимир Ильич Ленин приехал на вокзал и рассказал там апрельские тезисы. Народ стыдливо гмыкал. И газета «Правда» не захотела печатать, потому что зачем позорить уважаемого человека, который просто не в теме? А когда Владимир Ильич Ленин провозгласил свою «Есть такая партия» на съезде, то работу съезда пришлось прервать, потому что все лежали под столом от смеха. Но тем не менее. Потребность рождает функцию. И мы не знаем, из кого из нынешних вурдалаков. В теме, как клюнет жареный петух исторической необходимости. Слушай, вот это вот, знаешь, я бы высек эту фразу вот где-нибудь. Не знаю, кого из нынешних вурдалаков клюнет в теме жареный петух исторической необходимости. Запомните эту фразу, дорогие радиослушатели. Запомните, что ее сказал Михаил Делягин и, видимо, сказал уже слишком поздно. Но! То есть ты считаешь, что без прохождения через несчастье, ужасы и разорения у нас дальше не получится взяться за голову. Понимаете, мне тоже очень хочется сохранить какую-то часть своего имущества. И я очень на это надеюсь. Я предлагаю к этому некоторые усилия. Но если вы справляете малую нужду против ветра, и у вас не получается, то в этом нет ничего противоестественного. Хочется, чтобы получилось, но вот не очень получается. Может быть, получится. И на этом нужно стараться, нужно работать, нужно в это вкладываться. Но если не получится, то ничего страшного нет. Если бы Владимир Владимирович Путин хотел бы жить, он бы на второй день после смерти Муамара Каддафи, я думаю, что он смотрел, много раз смотрел, что ролик со смертью, я думаю, что он смотрел в более популярном, подробном варианте. Не трогай Муамара. Полковник был святым человеком. Я говорю, что... Я не говорю, что он плохой. Извиняюсь, полковник, который не создал военно-промышленного комплекса, действительно был святым человеком и только. Но тем не менее создал достойную... Но создал вполне достойное государство. По крайней мере, на фоне Российской Федерации вполне достойно смотрелось. Так вот, если бы он подумал о самосохранении, то изменения мы бы сейчас уже переживали. Так они некоторые происходят. Да, несколько вменяемых министров назначено, которые при нынешнем вице-премьерском слое не делают погоды ни в малейшей степени. Товарищ Глазьев назначен помощником президента. Бурные продолжительные аплодисменты. Я хотел бы посмотреть на результаты. У нас разные были. У нас был помощник по делам казачества в свое время. У нас был Поливанов, руководитель госского имущества. И что? Два месяца был человек начальником. У нас, значит, академикам поручили вроде бы разработать нормальную программу экономического развития. Видели мы ту программу? Нет, мы еще не видели, она еще не разработана. Как писал Марк Твен, опустим занавес жалости над этой сценой. Мы знаем наших академиков. Да? Хотелось бы видеть результаты. Значит, он не боится. Значит, он инстинкт самосохранения переклинил в какую-то другую сторону. Может быть, он надеется, продавая Роснефть БиПи и обмениваясь активами потом с Эксен Мобил, стать полезным в этом качестве для глобального управляющего класса. У тебя сообщение пришло от Андрея из Домодедова. Вы Делягину передайте, чтобы он полегче с РПЦ. Малый вроде не идиот, а идет по одним стопам с Пусси Райт. У меня, кстати, маска есть такая же, как у Пусси Райт. Хочешь, я тебе ее... Нет, я Балаклаву не надеваю. Я к ним плохо отношусь. Но вы знаете, когда структура, которая призвана историей, культурой и памятью человеческой, быть фактором стабилизации... А также гуманизма. Получается, не получается, не важно. Она призвана ей быть. Оказывается, фактором дестабилизации. Ну, ребят, так не работают. Прогноз на золото к концу 2013-го, спрашивает Владимир. Ой, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Ничего в Сочи хорошего нет. Не дам прогноза. Ну так, по ощущениям. Я могу дать. Я думаю, что мы к концу где-нибудь увидим 1700 с небольшим... Вот я тоже хотел сказать, что будет болтаться примерно так же. Но, пожалуйста, учтите, что это не прогноз человека, который... Меня, мой прогноз, который сидит в рынке и знает все нюансы. Это прогноз сверху, взгляд и нечто. Вот ощущения такие. Я думаю, что золототрейдеры сейчас половина крутит пальцем у виска в одну сторону, и говорят, что будет 2500, половина крутит пальцем у виска в другую сторону, и думают, что будет 1400. Нет, я думаю, что выше 2000, она в любом случае не дойдет. Никогда. Дойдет, там она... Нет, ну... Ну, в 2013 году не дойдет. Никогда не говори, никогда учил нас товарищ Бонд, между прочим. Да, но тем не менее, я, исходя из этого, в золото не ложусь. Не встаешь, точнее. Не вкладываюсь. Вот когда уже все будет пахнуть хорошо, совсем хорошо, тогда по аргентинской модели покупайте обручальные кольца. А если будет все совсем плохо, то вы всегда знаете, где можно добыть золотые коронки. Михаил Геонидович, последний вопрос. Сколько у нас есть времени для того, чтобы совершить какие-то реформы, не рухнув в нищету, беспорядок и дестабилизацию? Чтобы начать эту реформу, у Владимира Владимировича Путина есть 2013 год. То есть этот год у нас становится... Этот год относительно стабилен. Как там говорили-то в советское время, решающий и определяющий год пятилетки? Может, да. Может быть, может быть. Есть больше времени. Но это вот принцип британского генштаба. В ближайшие 10 лет войны не будет, поэтому можно курить бамбуку. В ближайший год мы в кризис не сорвемся, ни по внешним причинам, ни по внутренним. Готов сильно поспорить, но тем не менее. Как бы вероятность, я считаю, 90%. Может начаться драматическое ухудшение? Пожалуйста. В 2013 год будет относительно комфортно. А давай быстро, пока у вас меньше минуты осталось, определим основные параметры совсем кризиса и забьемся с тобой на то, что он будет. Девальвация рубля больше 20%. Скачок цен реальный, который очень болезненно ощущается. Не рост там от 10 до 20% в год, а скачок цен. Закрытие производств, резкое сокращение офисного планктона. Хорошо. Значит, запомнили эти параметры. Я ставлю бутылку 21-летнего виски, что до 31 декабря 2013 года. Мы все это увидим, скрепляем рукопожатие. Ну что ж, придется. У меня ее нет, но придется покупать. Ну у меня ее тоже нет. Так пойдем купим. Что думаешь, я из запасов, что ли, из своих буду из погребов тебе доставать? Вот выпьем в прямом эфире. Выпьем в прямом эфире. Под разговор. 31 декабря 2013 года. Дай бог доживем. Напомню, у нас в студии был директор института проблем глобализации Михаил Делягин и я, Игорь Витальев. Счастливо всем. Это был парадокс с Игорем Витальевым. Услышимся завтра в то же время.